Ну что, дорогие преданы, сегодня я расскажу про то, как строится служение на больших фестивалях, тех, в которых я участвовала. И цель этого рассказа в том, чтобы помочь вам как-то улучшить ваше служение, как, в принципе, всего этого блога, да, мне хочется помочь вам как-то лучше организовать, лучше выполнять цветочное служение, которое вы делаете на фестивалях или, может быть, в храме. Эти же навыки могут пригодиться и при украшении алтаря на какие-то праздники. Ну, в принципе, даже и домашнего служения. На фестивалях, например, таких как Гургрипа, в котором я участвую в служении, по немности преданных, как правило, все начинается с департамента дизайна, который продумывает общую концепцию дизайна фестиваля, дизайна сцены и потом присылает в наш цветочный департамент. И, отталкиваясь от этого дизайна, мы уже продумываем цветочное оформление. Вот такой референс мы получили от дизайнеров, когда готовились к празднованию в Исапуджи в читании Чандры-Чаранафарбу. И здесь видно то, как дизайнер представляет украшение, например, на стене, вокруг изображения Господа Читания. Видно украшение асаны цветочное и украшение алтарей. И, отталкиваясь от этих референсов, мы работали. И самое важное – это цветовая гамма, цветовая палитра, которая вот здесь перечислена. Вот она внизу. Согласно которой мы уже оформляли, выбирали цветы. И вот, что у нас получилось. Мы немножко смягчили в итоге цветовую гамму, сделали ее более светлой. И получилось вот такое цветочное украшение. Такой референс был в прошлом году от дизайнеров. То есть это в целом было про украшение зала и про концепцию. Тогда ее назвали лесной мишараной. То есть должны были быть зеленые лианы с потолка. И вот примерное видение сцены, асаны и так далее. И исходя из этого, я уже самостоятельно подобрала украшение асаны и алтаря в том стиле, который был озвучен. То есть не было каких-то четких оттенков, которым нужно было следовать. И можно было проявить такую вот фантазию, скажем так. Вот эта практика рисования эскизов, да, будущего оформления, это может быть оформление алтаря или оформление сцены на какое-то мероприятие. Эта практика, она помогает нам добавить гунной благости в служение. И вот по моему опыту личного, да, когда я служила в храме, и в какой-то момент мне предложили служение по украшению алтаря на празднике. И я стала рисовать эскизы, и это, ну, другой уровень служения. То есть ты рисуешь, и ты понимаешь, что где должно располагаться. Более четко понимаешь, какой объем цветов нужен, какая высота цветов. Какая высота композиции. И это, ну, как бы, знаете, на порядок серьезнее, что ли. То есть это усиливает мою личную медитацию на служение. На самом деле это не должен быть какой-то суперпрофессиональный эскиз художественный или какая-то 3D-модель там на компьютере. Нет, я рисовала, например, просто от руки карандашом или ручкой. Мне уже этого было достаточно для того, чтобы понять, что где, как, в каком объеме. На самом деле такие эскизы, вот эту технику, да, практику используют флористы, флористы мирового уровня. Например, я подписана в Инстаграм на разных флористов, которые оформляют очень дорогие мероприятия, типа, там, свадеб миллиардеров в Дубае. Они рисуют эскизы и потом показывают, как эти эскизы оплатились в жизнь. Вот поэтому от сердца рекомендую, если вы хотите как-то еще больше, да, улучшить ваше служение, попробуйте. Может быть, вам эта практика тоже пригодится. После того, как дизайнеры предоставляют вот эти вот референсы, я приступаю к подборке стиля оформления. То есть на Пинтересте или в Инстаграме подбираю букеты композиции, которые, на мой взгляд, могут стилистически подойти под то оформление, которое придумали дизайнеры. Вот пример стилистического подбора. На прошлую группу, да, была тема лесная мишаранья, и я подобрала для себя вот такие референсы у любимых флористов. Вот такие букеты, такие композиции. И вот как это получилось воплотить в жизнь на асане Гуру Мухараджа, также в гирляндах. Много мелких элементов, много зелени разной. Также было еще второе украшение. Вот такие референсы я подобрала. Такая стилистика, пионы, много мелких цветочков зеленых, всяких ягодок и всего такого. И вот как это нашло выражение в украшении асаны. Почему важно проработать стилистику оформления? Потому что, во-первых, это поможет вам понять, какие цветы вам использовать. Более садовые, либо какие-то полевые, либо это классика, да, там, Голландия, классический какой-то стиль. Также это поможет определиться с количеством цветов и количеством зелени. Например, при каких-то оформлениях нужно больше зелени, чтобы создать такой вот эффект лесного оформления. И меньше цветов. А при каком-то наоборот, нужно меньше зелени и побольше цветов. Кроме того, поиск вот этих вот картинок, работ флористов просто дает вдохновение на творчество. Да, вдохновение на служение. Мы просто видим какую-то красивую композицию, какой-то красивый букет. И хотим сделать что-то такое для Господа, для духовного учителя. И это помогает нашему творчеству. Я активно пользуюсь этим инструментом. И всегда ищу референсы, которые бы меня вдохновили на создание какого-то оформления. После того, как стилистическое оформление мы подобрали, утвердились дизайнерами, я приступаю к подбору уже непосредственно сортов цветов, которые нам нужны для того, чтобы реализовать вот этот стиль в оформлении. И составляю так называемые мудборды. Но я это просто делаю в телефоне в альбомах. Сейчас покажу. Формирование такого альбома мне всегда очень помогает на проектах каких-то на украшениях, потому что я сразу вижу, что не так с моим подбором. Например, у меня были ситуации, когда я составляла цветочное оформление, я подбирала цветы, и мне казалось, что какой-то цветок подходит под это оформление. Я его закидываю в альбом, и в общем сочетании с другими цветами понимаю, что нет, он мне не подходит под это оформление. И я просто его удаляю из альбома, а так может быть, я бы его купила. И он в итоге бы не подошел под другая ситуация. Например, вы делаете бело-желто-оранжевое оформление, и у вас белый цвет оформления должен превалировать. То есть белых цветов должно быть больше всего. Вы составляете такой альбом, и видите, что вы добавили слишком много оранжевых цветов. То есть у вас будет превалировать оранжевый. И вы, например, выбираете 2-3 сорта оранжевых цветов и добавляете вместо них белых. Может быть такая ситуация, что вы, например, вам нужно украсить асану, и вы выбираете, ну вы выбираете цветы по цвету, и накидываете их в этот альбомчик. И смотря в альбом, вы видите, что, например, вы выбрали какие-то сорта, например, типа антириума, да, длинный зев по-нашему. Он длинный, и он не подойдет вам под оформление асаны. И вы это увидите в альбоме, и удаляете цветок, который вам на самом деле не подойдет, хотя он красивый и по цвету подходит. Как выглядит альбом, в котором я собираю фотографии цветов, которые мне необходимы на украшение, он выглядит вот так, просто альбом в телефоне. Я сохраняю картинки цветов, которые хотела бы использовать, и на основе этой подборки уже составляю список на закупку. Очень удобно. Продолжение следует...